Добрый день! Вы искали первые признаки гриппа? Первые признаки гриппа типичны. Они связаны с входными воротами инфекции. Поэтому, если окружающие говорят, что у вас глаза красные, как у кролика, а вам на них мягко выражается начихать, это первые признаки гриппа. Покраснение глаз связано с тем, что вирус внедрился в слизистую глаз. Чихание — это попытка вашего организма избавиться от вирусов, которые находятся пока в верхних дыхательных путях. Если наряду с чиханием появляется легкое першение в горле и покашливание, вирус пытается опуститься ниже. Это уже не самые первые признаки гриппа. Далее клиническая картина развивается очень интересно. Появляется общая слабость, недомогание, резко повышается температура тела, и, как правило, это все сопровождается ознобом. Эти признаки гриппа желательно, чтобы уже развивались, когда вы находитесь в более комфортных условиях, когда вы уже проводите лечение гриппа. Если же вы не сориентировались вовремя и считаете, что вам ваша любимая работа дороже вашей жизни, ну, конечно, можете попытаться напоследок поработать. Но я бы вам советовал все-таки отложить работу хотя бы на недельку и заняться целенаправленно лечением гриппа, потому что, говорят, опасен грипп не сам по себе, своими осложнениями. А типичные осложнения связаны с тем, что, первое, вы теряете быстро воду. При повышении температуры тела стакан воды, который находится в крови, делает ее относительно жидкой, быстро уходит, испаряется через кожу, испаряется через легкие. Кровь становится более густой, на русское на сердце, на сосуды. В лучшем случае ваш организм немножко поднимет артериальное давление, в худшем оно начнет падать. Это неблагоприятный признак. Снижение давления при инфекции неблагоприятный признак. Повышение частоты сокращения сердца, если оно поднялось до 100 сокращений, в принципе, еще более-менее благоприятно. Переходная зона такая, но опасная уже. 100-130 ударов, выше 130, как правило, связано уже с ничем осложнений. Это уже далеко не первые признаки гриппа. Дальше. Жидкость, которая находится в крови, выделяющаяся через легкие, разжижает мокроту. У здорового человека в легких образуется литровая банка слизи. Такая же литровая банка образуется и при гриппе, но 99% слизи это вода. Не хватает воды, слизи идет густой, перекрываются бронки, и уже пошли осложнения со стороны органов дыхания. Эти осложнения очень сложно удалить, очень сложно с ними справляться, потому что пневмония при вирусе гриппа, она идет не какая-то отдельная долька, или отдельная доля легкого. Во всем, в обоих легких, в нижних, в средних и в верхних долях образуются фактически вот такие очажки пневмонии. Это очень опасное осложнение, чревато дыхательной недостаточностью. Если вы хотите попробовать на себе все осложнения гриппа, потому что, говорят, опасен грипп не сам по себе, а своими осложнениями. А тем более, если вы заболели не обычным сезонным гриппом, а более опасным вирусом гриппа, а многих называют, есть сейчас наиболее распространенный птичий грипп, там, свиной грипп, они все опасны тем, что еще быстрее развиваются осложнения. Там очень много летальных исходов. Поэтому я не советую вам проверять, каким вирусом вы заболели, по одной простой причине. Это можно поставить постфактум через несколько дней после начала заболевания. Если там начать оказывать первую помощь, она, как правило, уже опаздывает. Поэтому, если вы не хотите заработать осложнение свиного гриппа, нужно делать правильное лечение, нужно выполнять те врачебные рекомендации, которые приводят к тому, что осложнения гриппа развиваются очень редко и в минимальных количествах. Но эти видео вы увидите на моем сайте. Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Немножко владею этой информацией и могу с вами ею поделиться. Если вам это нужно, ищите, обращайтесь. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok